В этом месте нашей программы я называю имя девушки, которая отправляется на свидание с холостяком. Но в этом сезоне вас ждут небольшие изменения. За право пригласить девушку на свидание придется побороться. Видите, то есть чисто технически подстраивают таким образом, чтобы устраивать оленние бои в контексте того, кто сильнее, тот и получает. Не это право должно давать на знакомство, а право силы. И должны мужчины бороться не за, а женщину. А для того, чтобы узнать, кто из них сильнее. А женщину уже как следствие. Ну ладно, тут еще куда не шло. Видите, какое сразу обезьянение это начинается, возглас эмоциональный, как приятно. А до этого такого не было, и, конечно, сейчас у них своя ценность, самоценность внутри растет. Первое испытание, которое называется «Острые вопросы». «Немножко даже напрягся, я не ем острое, и тем более не пью молоко». Красава, я не ем острое, не пью молоко, но пью алкаку, и у меня в целом нормально. «Возможен ли поцелуй на первом свидании с девушкой на проекте?» «Да? То с кем?» Чисто технически правильное решение. То есть, если бы он ответил в этой ситуации, он бы что сделал? Выразил бы яркую симпатию, тем самым отключив тех женщин, которые в себе не уверены, за конкурентную борьбу. То есть, им бы было неприятно. А с другой стороны, не показал себя смелым, не выставил себя сильным, в более сильные позиции. Тем самым, для кого-то это могло проиграть как слабость. «Самый дорогой подарок девушке? За сколько? Его сумма? И что это было?» Первым отвечает Димаш. «Вот этот вопрос, конечно, мне кажется, за травму всех девушек». «Ну, естественно». «Вот вы вдумаетесь, да? Какая позиция?» «Мы ищем любовь, мы устраиваем отношения, мы хотим, мы претендуем». «Вот этот вопрос, конечно, мне кажется, за травму всех девушек». «Мне важно найти своего человека». «Вот этот вопрос, конечно, мне кажется, за травму всех девушек». «Мы хотим любви, мы хотим единения душ». Вот этот вопрос, конечно, мне кажется, за травму всех девушек. Мы признаем нашу глубокую связь. Вот этот вопрос, конечно, мне кажется, за травму всех девушек. Люди. Да, нужно хотеть денег, нормальное желание, но позиция в жизни должна лоббироваться не только же этими инманентными состояниями, именно финансами. Я обратил внимание на то, как девочки голосуют, и определенная была интересная динамика, было два таких основных кемпа. Да, всегда будет два кемпа, так бывает в этой жизни. Водил ли ты когда-нибудь девушку до слез? Если да, какая была причина? Я доводил своих девушек, своих подруг до слез. Ну, не очень звоночек. Вот смотрите, еще раз позиция, да, не очень звоночек. Если человек плачет, если человек выбирает эти отношения, если человек не может себя контролировать. Женщине поплакать, это просто два пальца об асфальт просто. Села, поплакала. Эстрадиол, есть такой гормон. Не очень звоночек. Чем пролыб... Вот смотрите, вопросы про то, что, а не про то, как. Чем это было вызвано? Почему так произошло? Нет, это неинтересно. Не очень звоночек, главное дать оценку, не взвешивая, почему это было и как это было. В нашей жизни есть самая важная девушка, слезы которых прожигают прям мою душу. Блять, ну это вот, смотрите, это конечная, это реально, это вот, ну, инфантильная детская позиция. Понятно, что мама будет плакать, понятно, что мама будет недовольна, мама всегда будет недовольна сыном. Мама всегда хочет, чтобы дети были рядом, мама всегда хочет, чтобы они были под крылом. Нормально, то, что это происходит, сепарация так происходит, нужно себя отвоевать у родителей. Они прожигают душу. Понятно, что, ну, не материться, не унижать, не оскорблять матерей. Но каждая мама будет плакать. А вдруг у нее проблемы с головой, психотравмы, травмирующий опыт, свой отец ненормальный был. Пожигающие души. Такой чисто архетип спасителя Александра, который выбирает свою жизнь, естественно, я говорю, у него будет подруга из этого проекта, властная самочка. Не будет он нормальную себе выбирать женщину, которая, ну, опять же, нормальная. Он выберет себе властную женщину, которой он не сможет быть в длительных отношениях. Поэтому слезы моей матери, сволочь, урод. Посмотрите, вот просто вдумайтесь, сволочь, урод. То, что у Александра низкая самооценка, мы уже осознали. То, что Александр винит себя, мы уже осознали. То, что у него вот эта вот позиция вины и стыда взрослана до масштаба вселенной, тоже мы осознали. Александру необходимо работать с сепарацией от родителей, с прощением матери, с взращиванием мужского. Нет, не хочу, хочу по проектам ходить и пищечек мне жмять. Я показывала одну карточку во время всей игры. На ней было имя Саша, ну, потому что я хочу на свидание поехать. Ну, это адекватно. Это адекватная позиция, это адекватное отношение. И почему? Потому что, когда вы с кем-то хотите замутить и выстроить взаимоотношения мужчины, и хотите, ведите себя чуть-чуть, более лучше, чем вы есть до первого секса, а потом можно показывать себе настоящую. Рекомендация легкая. Ну, это каждому свое, но это работает. Как и делает эта женщина. Димаш, твоя любимая категория фильма для взрослых. Вот смотрите, твоя любимая категория фильма для взрослых. Вот я не смотрю порно уже больше двух лет, и смотрение порно, это, ты взращиваешь внутри себя кукол дистанства. Ты кукол последний. Почему? Потому что тебя возбуждает, как другой мужик ебет другую женщину, и ты на это дрочишь. Вы понимаете? Масштаб кастрофизации вселенский. Людей возбуждает наличие члена в вагине той женщины, которая тебе нравится, а ты выбираешь ту женщину, которая тебе нравится. Алло, блядь! Алло, вдумайтесь! Какая пропаганда, какое в отношении этого идет взращивание кукол дистанства? Просто государство кукол дистан. Почему нет? Мы пришли, мы можем, мы хотим. Это конечное, родные мои, это конечное. И какая сразу реакция, да? Секс. Секс, слезы, скандал. Уровень общения и уровень шоу в этой программе. Вы считаете, что это вообще возможно, схождение с бывшим сном? Нет, это невозможная позиция в жизни, потому что было предательство человеку. Ну, короче, это по всем фронтам. Вернется мужчина, женщина от него уйдет. Вернется женщина, мужчина не будет ее бессознать. Ну, короче, это конечное, это не бывает, и такого быть не может. Так, ну, короче, третья серия залагала, будем разбирать четвертую. Вообще прикольно то, что они соревнуются между собой за право пригласить нас. Ну, естественно, это прикольно, потому что у нас взращивают, ну, думайте. Какая шизофреничная, еще раз, восприятие. До этого 20 женщин были готовы вот так вот сидеть, ждать, когда их позовут. Теперь, ну, вообще, это прикольно, что за нас борются. Конечно, за нас борются, а мы просто наслаждаемся прекрасным путем. Слушайте. Вот позиция, женщина сидит и говорит, пока нет, вы за меня борются, а мы наслаждаемся. Мне это очень нравится, мне это очень комфортно, мне это очень легко. Люблю, хочу, не могу. Ну, вагиноцентризм бесконечный. Вообще, тоже, давай, у тебя право, надо тоже в рудо одной рукой держаться. Я считаю, что это очень достойный поступок. Лайкал за это, что он поддержал Димаша. Я считаю, это очень достойный поступок. Потому что это находится все в бутафорных, иллюзорных, социально адаптированных условиях. Если бы это был реальный мир, реальные соревнования, ты бы радовался, как бесконечный воин, и говорил бы, да, так бывает, ты проиграл твою ответственность, твоя жизнь. Нужно было греть плечи перед этим. Видите, как преподносят нам это добродеть, как нам это все высокопарно выстраивают, как красиво, как лощено. Ну так, в реальном мире это не бывает. Ты на соревнованиях, когда участвуешь, чтобы хоть что-нибудь произошло у команды соперника плохое, чтобы у тебя было все хорошо. Это реальный мир. Знаете, я вам скажу, я одел рубашку, как этот наш одевается всегда, Димаш. Блядь, ну надо очень сильно быть внутри себя неуверенным, чтобы в такой неудобной одежде ходить, чтобы видно, что оно все приталено, как у меня. Все дискомфортно. Да, это красиво, да, это подчеркивает фигуру, да, это подчеркивает твои бицепсы, трицепсы, всякие прочие мышцы. Но, блин, это же очень неудобные вещи. Это очень неудобные вещи. Какой мы здесь можем сделать вывод? Человек готов быть идеальным, в кавычках естественно, жертвуя себя комфортом. Добрый вечер. В общем, сама по себе концепция вот таких вот оленьих боев за право и возможность пойти... Ну, смотрите, все-таки нет, это более адекватно. Но это еще раз показывает иллюзорность, иллюзорность тех людей, которые верят в концепцию того, что мужчины должны... То есть женщины, вот они не понимают этого. Они не понимают этого, что они здесь, разменная монета, и что их выбирают. А соревнования между мужиками, чтобы понять, кто из них круче. Здесь нету соревнования за вас. Здесь есть соревнования, кто между нами круче. Вот в чем соревнования. Это разные вещи, разные позиции, так и в жизни. Мужчины соревнуются с собой, между друг другом. И потом, кто самый главный, Рекс, то вам, ну, самочки приходят и говорят, трахни, пожалуйста, на меня, у тебя будут сильные дети. Готов? Мне нужна ваша поддержка. Поддержка девочек! Поддержка нужна мальчику от мамы, для того, чтобы он ощутил прилив силы. Мужчина скажет, не надо мне этого, себе оставь свою поддержку, себе оставь свои направления, себе оставь свои слова. Я смогу справиться с тем, что происходит в моей реальности и моей жизни. Потому что эта событийность у меня создана для того, чтобы я это вывез, стал сильнее. Маркер того, что вы взрослеете, становитесь сильнее. Вам говорят, желаю удачи, пусть все получится. Оставьте это себе. И внутри полный штиль, как терминатор. Одели очки и пошли дальше. Покажу, как это делать правильно. Оставьте ее себе, мои малышки. И попиздавали в закат. Фоновое напряжение, фоновый дискомфорт, фоновый страх, фоновое желание показаться лучше, чем я есть. Что, девочки? Ну что, малышечки, погнали? Погнали, педики! Ну, понимаете? Вот про что идет речь. Ну, куда мы? Куда мы идем? Что происходит? Это же конечная, блядь. Я вам расскажу одну басню, одну историю. У меня есть знакомая, у которого есть самочка. И он говорит, я люблю, и мы с ней поженимся. Я говорю, дурак, она тебя бросит через полгода. Почему? Захожу к ней на страницу, она пишет, настроение выйти за миллионера и написать в посте «Ни в книгах счастья». Вдумайтесь! Казалось бы, да? Это же как шутка. Это ирония. Алё, блядь. Этому шутка, Андрей. Чего ты серьезно принимаешь? Блядь, она так по-настоящему считает. У неё мужик живой, жив, ходит, блядь, зарабатывает деньги, бизнесом занимается. Хочу выйти за миллионера замуж. И он, олень, этого не понимает. Ну, такая жизнь, что ты сделаешь? Не всем возможно жить в этой жизни спокойно и несчастливо. Я не считаю, что наша жизнь должна происходить в счастье. Но в счастье не в отношении поиска дофамина, а в внутренней гармонии. Что есть, то и прекрасно. Я была как кошка. Я просто смотрела и болела за любимого. Нормально. У неё игра включена, но это женщина ориентированием дофамин. То есть, она в отношениях максимально будет капризная, максимально будет склонная к кайфа жорить, максимально будет склонная к тому, чтобы поглощать, поглощать, поглощать. Дофаминовой тепличности, поэтому с ней нельзя. С ней можно развлекаться, но нельзя строить отношения длительные. Но она плюс-минус нормально себя ведёт. Сейчас посмотрим, какие она будет дальше использовать реплики и дам комментарий. С дала момент, когда он выиграет и подойдёт ко мне и скажет, Арина, ты пойдёшь со мной на свидание. Как женский мозг невербально и лимбически приписывает качество мужчине и говорит, какой он классный, какой он прекрасный, какой он лучший, какой он самый идеальный. И сидят девочки, которые дрочат на Сашу и говорят, Димаш, ни о чём. Просто нелепый кусок какого-то непонятного вещества на этом коне. Вот что значит приписывание того, чего в действительности нет для человека. Наш мозг так работает. И когда вы думаете, у меня есть друг ещё один, который говорит, женщина, она самая идеальная, самая любимая. Я говорю, у тебя нету выбора из десяти женщин, чтобы такие вещи говорить. я люблю её больше всего на свете. Это лепесток моей жизни. Я готов впитывать её эликсир. Я готов впитывать её нектар. Про вагинальные соки, естественно. И я говорю, твой мозг сейчас приписывает того, чего там нету из-за твоего окситоцина и серотонина. Не хочу. Хочу дальше письку любить. Тоже дофаминовые тепличности, видите, подгашенные веки. Ну, это сделанная девочка. Симпатичная, сделанная, но всю жизнь будет пристаться получить счастье, любовь, ничего не получится. Вот ничего не получится. Ну, так, блять, вот это неприятно, конечно, слышать будет, скорее всего. Но она будет всегда стремиться к тому, чтобы получить перманентное счастье в своей жизни. И для неё это будет большим страданием и наказанием. Потому что отношения, как мы все прекрасно знаем, это недалеко не про счастье. Отношения это давать друг другу верность, любовь, привязанность, ответственность и прочие, 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 прочие вещи. А тут человек заявляет о чём? Даже своим видом. Ну, я хочу получать удовольствие. Я же делаю себя, я же себя создаю заново, чтобы всегда в поиске быть чего-то лучшего, чего-то лучшего, чего-то лучшего. Она же себя также улучшает. Не понимают того бедняжки, ну, ничего, разбор посмотрит, поймут. Мне кажется, 6 секунд это просто мне повезло. Блять, ты тут опять же, мнимая святость. Александр, блять, да отретите вы вот, 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 знаете, это такие люди, которые ведут себя как пидораса. Не конкретно сейчас ему. Да и похуй. Да. Смотрите, какая здесь позиция происходит. Ну, ты же очевидно, что лучше в этом разбираешься. Очевидно, что лучше знаешь. Очевидно, что ты увереннее в этом. Ну, скажи, да, я был круче. Да, я в этом соревновании выиграл. Да, я больше в этом подкован. Да, у меня лучше развита сама томоторная часть крови головного мозга. У меня больше и сильнее развит хват. У меня лучше жилы на руках. Я могу больше сдавливать. У меня больше силы. Я считаю, это как бы вот так вот получилось. Ну, для чего это? Ну, почему человеку страшно признаваться из-за того, что он боится быть собой? Боится быть собой, потому что не примут. Потому что мама скажет Сашенька, надо соответствовать стандартам, которые я на тебя выложу. Потому что если ты таким не будешь, я не буду тебя любить и принимать. И отсюда страх быть собой. На самом деле в жизни никто не будет делать никому подложки, так что если что-то случилось, то нужно идти дальше. Одобряю. Я бы хотела у тебя пригласить на свидание, если ты не против. У меня хорошо работает интуиция. Ладно, что такое интуиция? Объяснить вам научное обоснование интуиции. Объясняю. У нашего мозга есть прекрасная особенность и способность высчитывать вообще все в этой жизни. Мы в замочную скважину попадаем, потому что рассчитываем угол, скорость. Мы рассчитываем ширину замочной скважины с пазами в ключе. Мы когда бросаем мяч в какую-то корзину, мы когда кидаем себя какими-то инструментами, когда мы разговариваем, когда мы переставляем предметы, когда мы переносим какие-то предметы в пространстве. Наш мозг всегда считывает косинусы, тангенсы, катангенсы, скорости, центробежные силы учитываются, силы притяжения, силы давления. Мозг в каждую секунду времени, если вы этого не понимаете, это делает. И вы всегда умеете высчитывать все. Просто ленивые, не хотите разбираться. А так, каждую секунду времени мозг все считывает. Касательно невербального контекста, профайлинга, мимики нашего лица, то, как мы себя проявляем, как мы одеваем, как мы в сторону другого человека чувствуем, какие феромоны излучаем. Это все и называется интуицией. Событий нырят того, что уже происходило и уже какие к этому были предпосылки. Ну, либо еще один момент. Мы просто живем жизнь назад, и мы всегда знаем, что впереди у тех людей, у которых включено тело и есть внутри с собой полная синхронизация. Мне кажется, что он еще репетирует песню. Если я устрою концерт лично, ты примешь и поразил? Кукол Дистан, объясняя, почему это не работает. Ну, в конкретном случае, почему это работает здесь? Потому что у них заведомо есть большой преферен в сторону того, что он здесь холостяк, и они пришли сюда, чтобы выбирать. То есть, у них большой пул в сторону его доминации. И поэтому это на этой дистанции работает. Почему это не будет прокатывать в реальной жизни? Вы представьте, насколько сильно женщина понимает, в какой власти вы у нее находите, что вы готовы ей концерт сделать, когда еще ничего вообще не произошло. Вы еще даже сисю не держали ее. По коленке не гладили. Она сразу думает, ну что за цыганство, ну что за... Невербально, лимбически она думает, что за пес какой-то непонятный, ну что он-то... Что он... Зачем так себя вести? Это неуважение себя, не проявление себя. А у Саши любовь, которую он ищет, это жертвоприношение. У него товарные отношения, товарно-денежные, экономическая модель. Но он хочет быть моралистом внутри. Но вся его позиция, все его взаимоотношения выстроено на товарно-денежных взаимоотношениях. Я тебе, ты мне. Я тебе, ты мне. И женщины эти ориентированы тоже на такую позицию, на такие отношения. Ну не все, скорее всего. Ну пока вот это вот да, покупайте меня. Что будет работать с женщинами? Юмор, здравое безразличие и наличие других женщин. Такая жизнь. Они чувствуют, что вы самец, что у вас есть пару самочек, которые готовы не прочь побаловаться с вами вечером. И сразу понимают, что что-то интересное, что-то прикольное рядом. Классно, да? Я не пью. Внимание. Я не пью. Я не пью. Но вас будут спаивать. Почему? Потому что пребывать в состоянии трезвости и в состоянии осознания своих чувств и эмоций очень тяжело, очень трудно, очень страшно. Поэтому лукашечка позволяет что? Проживать. Иллюзию того, что мне нравится, того, что мне интересно, того, что мне комфортно. Прикиньте, какое количество там глюкокортикоидов. Я уверен, что фоновые у них в крови стресс постоянно. Постоянный кортизол, постоянное напряжение. Конечно, им нужно подсняться. Конечно, им нужно убрать это избыточное напряжение. Конечно, им нужно изолировать себя от этих позиций. Поэтому алкаха самое лучшее средство, пропаганда какая. Ну, это конечное, это конечное. Такие проекты это просто разрушение института, разрушение любви, разрушение всего святого. Ну, я так осторожно. Вот, смотрите, наша девочка, которая софушка, вздернутый нос. О чем говорит? Внушаемая верхняя доминанта, это хорошо. Подбородок такой немножко выпирающий. В целом, маленькая нольбровка есть и пол... Среднепрямой лоб. Кукушка. Кукушечка. Доверчивая, хорошая, такая, эмпатичная, ревнивая. Ну, она не получит Димаша, она маленькая. Это... Ну, типа, ей, 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 сделай префрейм, нужный для нее. Угла челюсти нету. Сделайте для нее нужный префрейм, все, она ваша за одну ночь и будет всю жизнь вас любить, если есть доминация. Это вот такие типажи, которые влюбляются за один день и потом страдают всю жизнь. Я умею любить. Да? Это человек, который говорит, что, скорее всего, она умеет, просто она не понимает, что это такое. Но у нее есть на лице предпосылка к этому. Я, как вы знаете, не пьющий, но сегодня... Как вы знаете, не пьющий, но сегодня я пьющий. Блядь. Я вообще-то не люблю долбиться, а дел, да, но сегодня, как вы знаете, такой день. Красный день календаря. Я вообще-то обычно не курю, но сегодня я решила покурить. Я вообще-то не общаюсь с людьми на улице, но сегодня, как вы знаете, я общаюсь. Я вообще-то не покупаю игры в казино, но сегодня, как вы знаете, вообще-то покупаю. Ладно, это я уже доебуюсь, на самом деле нормально человек просто хотя блять он сейчас въебывается он пьет это факт я не пью это вот он хочет показаться лучше чем я есть но сейчас вот такой день такое событие я пью просто очень редко под событий нырят вот правда и честное заявление знаете знаете это люди которые всегда блять об этом скажет это как люди которые боятся сказать что они по знаку зодиака они обычно делали запоминаем фразу запоминаем фразу запоминаем фразу улыбку на лице смотрите вот улыбка на лице она понимает какую хуйню сейчас выстегивает дальше слушаю я год оттягивала свадьбу потому что мне было насрать на него потому что мне давали там ресурс денежный товар на денежный я там находилась и пока на горизонте не показался какой-нибудь член побогаче я там оставалась мне хотелось в этом находиться либо пока я не поняла что это ультра унизительно я уже там вообще мужчины не замечаю это честный ответ что скажет она я не видела себя с этим человеком что значит у него недостаточно сильные яйца он ведет себя как саша скидывает мне пятки а я это не могу ценить мне нужно другое отношение на животном уровне хочу ощущать мужчину я сказала да потому что мне насрать на него это пиздёж лютый нет как это представит нам сейчас она и в своей голове ну нельзя ее винить она женщина в этом плане конечно это пиздёж какие чувства еще раз как мозг и работает ей нужно было оправдать выдать желаемое за действительное я потребляю его ресурс я с ним сплю я с ним трахаюсь нужно придумать себе чувства чтобы я не была в своей голове какой-то пропащей женщины которая с ним спит просто так вот как это работает милая почему я могу считать что я прав она не с ним в отношениях это конечная проходит какое-то время то лучше узнаешь человека и какие-то есть какие-то вещи кто не может вериться никак то есть полтора года она была в отношениях есть для предложения года она оттягивала не хватало мозгов понять ну блять родные мои три месяца ладно восемь месяцев это конечно я все уже понятно про человека если это осознала уходи нет я буду потреблять ресурс пока не надо приемлемое желаемое вот и все представьте блять это такая классная фраза нитлер тоже такой сидит сталин гитлер чикатило я не жалею все что не делается делается к лучшему понимаете сейчас она говорит как бы димаш он тоже нету понимания до женского нету понимания женского почему потому что в этом проекте ищет любовь я рассчитываю что они пришли реально просто потрахаться получить медийность и заявить о себе миру вот это я понимаю если они искренне верят то что они пришли сюда искать любовь но это все до света выключайте свет гасите свет галь тамар люд ну вот она сейчас сама себя оправдывает и не боится научиться на своих ошибках и поэтому вы все что не делается делается к лучшему это хорошая позиция но нужно выводы делать 20 лет вы понимаете это просто вот примерно там так голове можно обижаться можно смотреть правде глаза 17 лет и на замуж примерно нормально вам получить 20 еще мозг не сформирован еще долго будет формироваться понимаете еще один олень нахуй ну вот вы понимаете вы понимаете с ними не босоножки я буду с тобой за это дружить что за идиотизм ну блять с одной стороны позиция очень грамотная крутая и позиция личной ответственности юля выхватывает нормальный пирог она завербует сашу и она выбирается такого типажа который можно будет крутить и вертеть который будет такой вот там июльника это моя прекрасная хорошая это сильные бабы назовем их так сильные волевые ответственные с результатами в жизни им нужны такие товарищи которыми можно будет крутить она одна из последних уйдет у нас не бесконечное количество времени но сидите ждете тогда смотрите как с вашим мужчиной уходит другая девочка муху не могу убить я хотела в общем предложить себе дружбу я абсолютно согласен сразу заметила что у нас френд зона видите его называют его френд зону погружают а ему это нравится я адекватная осознанно я умею дружить с мужчинами они хотят меня трахнуть а я им не даю каждый манифест осознанной женщины они хотят меня трахнуть я им не даю я адекватная и я сложная и умею дружить с мужчинами ребята профессор боярин на разборе видите тупо вербуют какие любви какие отношения какой романтизм какая искра просто вербовка чистая вербовка спецслужбы бле юлия голыгина всем привет чистая вербовка какая любовь тоже расстанется если даже она будет сашей тут еще так он от нее уйдет поэтому я к нему не подхожу хотя нет ножа задает для меня главное проявлять себя главное заявлять о себе главное быть честным я ворую тайны понимаете где вся твоя святость где все твоя святость где твоя открытая честность где твое проявление себя зачем буду придумывать себе иллюзии блять но еще раз саша ну блять я грущу вместе с тобой сейчас мои слезы начнут клапты ты угомонись уже сейчас плакать начну ну я щас буду плакать от боли от страдания от таких вопросов нелепых но плакать хочется чтобы сейчас на всю мне честно возьмусь и вы сейчас знаете что я ю чагу березовую полезно я плакать начал саша от твоих действий твоих слов ну что ты ведешь себя как пёс саша ну подумай ты подумай о родине ты своих детях подумай ты же потом будешь разборовать и показывать детям своим вот внучки мои как я себя довел пока не пошел на терапию к андрею боярину ну 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 гомонись ты ну вопрос я тебя не разочаровал это что значит я настолько сильно чувствую себя никчемным недостойным что надо чтобы меня успокоить и она это понимает извини что я тебя украл для женщины самое прекрасное что можно сделать это максимум неожиданности и постоянное всплеск эмоциональных связей постоянно извини что я тебя украл ну саша ну напишите ему к нибудь в личку иди к андрею уже потому что я вы его и бог но это так страшно так непривычно либо женщин короче если бы это был не проектом вы трахнул но так как это проект это будет только поцелуй вы просто представьте на люди говорят про любовь про отношения про целомудрия про какие-то вещи провернуть друг другу приходит на проект где каждый готов мириться с тем что он будет знать что у каждого будет близок друг другом хуенно а всем привет как дела ваши все прекрасно ну и алкаха естественно алкаха потому что мы не способны чувствовать себя расслабленными комфорте без этих вообще вещей и позиций в жизни важно понимает даже что он с тобой не будет отношения строить ты девушка дофаминовая с тобой ты как знаешь что ты как испания приезжаешь в испанию на месяц тусоваться тусить ну там жить всегда не получится слишком тепло слишком комфорт надо немножко стресс создавать для организма ты не будешь длительно с ним пойдешь она уйдет одна из последних я думаю но уйдет не выберет у нее это чисто эта девушка для кайфа это кайф она обречена кайфовать по жизни блять саша эти еще раз напишите пожалуйста кто-нибудь кто-нибудь напишите ему в личку раздраконьте ему личку саша это конечно родной мой иди прорабатываться вот еще раз внимание девушки вот смотрите это дофаминовый тип мужчин это всегда будет вот вы вдумаетесь какой сейчас выброс у него нейромедиаторов гормонов его синтетических щелях сейчас его в щелях такое количество дофамина что там мышь не пройдет иголка не пролезет представляете такое количество там дофамина в этих щелях и но там будет задерживаться естественно потому сейчас его мозг взрывается от того что сейчас я засажу патрон в патронник мой патрон в патроннике это лишь сон и как вы думаете способен ли он применять вот это на каждодневную рутину нахождение с одной женщины которая всегда не будет так выглядеть у которой будет сиськи со временем виснуть кожа дрыхлеть ребенок будет ныть живот появится на какой-то период нужно будет заниматься брать ответственность нет блять нет этого никогда не будет окститесь я хочу любви когда все идеально вот должна звучать фраза а это дофаминовое цыганство дофаминовая наркомания иллюзорное бутафорное счастье которое люди хотят получать но не понимают как этому прийти аскеза стержень структура вот о чем говорит мужчина это только на перспективу отношений нет не хочу не буду хочу заниматься хуйней обманывать себя спасибо вот два дофаминовых типа неспособную вместе максимум их отношения продлились по три месяца пока вот их дофаминовый рецепторе пресетились бы мужской мы понял что все хочу трахать другую она бы осознала что блин не прикольно уже не включает не зажигает нужно новый плейлист вот для нее жизнь эта музыка поэтому таша тоже на терапию ко мне вот она настолько заложен со своих иллюзий что даже не может додумать своей головой своей прифронтальной корочкой маленькой совершенно маленького не видите здесь вот что у нее так жизнь все и вся жизнь и так и происходит вспышках и на этого не понимает что делать такая же классно целуешься он говорит еще раз один критерий самооценки зачем ты это говоришь зачем ты об этом говоришь чтобы что понравится человеку делать комплимент а что такое комплимент это нашинковывать свинку на шампур чтобы не дай бог когда она оступится вы могли уличить и в этом и сказать а это уже мне не нравится в жопу засуньте комплимент когда это очень неуместное явление зачем об этом говорить вот хоть один обоснованный критерий зачем говоришь классно целуешься есть ты целуешься плохо значит просто это не повторится есть служишься классно значит ты это сделал не один раз в момент того когда это происходило тоже сдернутый нос тоже кушечка но у нас есть там бровка хорошая импульсивная очень инстинктивная мышка скошенный лоб выбирающий подбородок нижняя доминанта кайфа жорка видите у нее тоже такой долбоеб она она вот таким вот образом долбоеб что ли хотела спросить но постеснялась еще раз я не говорю что это плохо что это нехорошо он просто не противоречит сами себе создатели проекта очень глупые и умные но не знаю вряд ли не преследует благую цель не просто кайфа журе то умные больше умные я вам несу благую весть несу вам истину несу вам знамение правды кто вам еще правду скажет нет не хочу хочу заниматься хуйня и она пойдет на хуй я не знаю что будет дальше я уверен что таша уйдет вот я просто уверен в этом если я не уверен тогда не понимаю что еще сделаю ребята а а вот представьте блять я могу сейчас сказать если он перед терапией ему пиздец он сейчас в эти три месяца такое количество дофамина получит от женщин что он вообще упадет в осадке блять он просто в атаке умрет блять он не сможет построить отношения после такого количества дофамина просто я вангую вам я вам вангую такого количества дофамина он больше в жизнь не сможет получить от одной женщин никогда никогда не получит целую свой мозг сам смотрите да как сильно это у нас александр то у нас подстраивающийся тип личности он такой котелок которого будет вести за ручки он будет за это ухватываться и будет так себя чувствовать так себя проявлять он не он не будет навязывать свою игру он будет подстраиваться под самочку и вы обратите внимание что каждая женщина будет с ним он будет подстраиваться под ее условия игры и она такая нет на свидание она действительно какой-то мораль внутренней действительно у нее чувствуется какое-то уважение к себе даже же такая экстра экспрессия обруление эмоций дофамин получить быстрее здесь больше девушка серотонинного типа личности тормозящего успокаивающего и он сейчас будет тоже рассказы какая она прекрасная ну здесь больше шансов чем там там дофамин это горки американские здесь это плавный подъем тафамин и выйти но реально пиздата выглядит сиськи классная фигура разъем да у саши вот концепция трахнуть женщин упирается в то что нужно ей дать много ресурсов много заботы и внимания с меня такие друзья тоже рабочая механика почему нет пользуйтесь но это никогда не в сторону отношений длительных не получится правильно сказала под вот вот блять яночка подкупает это правильное слово фраза это не будут отношения длительные это подкупательство это не искренность это не настоящие это не чувственно это не соединение душ что не разговора не искренне интерес это подкупательство едика хорошая блять генетическая энергетика это хорошая протон электронность его тела выстреливали твой атом распался электрон начал летать вокруг тебя положительно заряженные частицы и поэтому достал хороший энергетически заряженный человек блять это просто энергетик тантры мантры чакры привет всем мне нравятся люди где моя самооценка свистит по швам потому что там я могу ощутить всплески перепады настроения тем самым заклиная себя на зависимость от этих людей а а а а малая видите как миловка лоб поставила щечку для меня это что не нужно потому что я об этом возрасте и остался комары летают пиздец набивать надо все вот поэтому таша пойдет домой мама поехала домой все очевидно едем дальше ребят